Девушки отдыхают Культурой и взглядом на окружающую действительность Вампиры Стоит оглянуться и повсюду мы увидим следы их существования Что это? Реализация темной стороны личности Продукт массовой истерии Болезнь, преступления Можно верить или не верить Признавать или отрицать вампиров Но от этого ничего не изменится Они существуют и они среди нас Лето 2004-го, зима 2006-го года Самые грандиозные проекты в современном российском кинематографе Ночной и дневной дозор Впервые за долгое время у кинотеатров вновь к очереди Все билеты проданы Не только зрителей, но и актеров, занятых в проекте В зале привлекала атмосфера тайны и сверхъестественности Поединок добра и зла вошел в моду Это сверхъестественное есть И оно рядом с нами И оно очень часто случается Это некие Те тонкие параллельные миры Которые мы чувствуем, но не видим А если мы не видим, это не значит, что их нет Фильмы, снятые под мигом Сергея Лукьяненко Открыли людям глаза на окружающий мир Оказывается, в соседней квартире Запросто может жить Ведьма, колдун или вампир Здравствуйте, Саня Вампир – это классическая фигура мировой литературы, мировой фантастики Нас осталось очень мало И когда кто-то уходит навсегда Мы все сразу чувствуем Ведь ты же знаешь, что такое наш голод Вот эта фигура достаточно интересная Она позволяет показать действительно некую степень падения человека И в то же время некую степень страдания И некую степень одиночества Такой вот бездны, которая открывается в человеке Валерия Золотухина, Константин Хабенский Вряд ли могли предположить существование чего-то подобного в реальности Но те, для кого кровь является почти каждодневной необходимостью Все-таки существуют Этого человека зовут Андрей Мы договорились с ним о встрече в одной из недостроенных больниц города Саратова До этого свою историю он не рассказывал никому Я жил всю жизнь свою в деревне, детство, в школе, когда учился У нас хозяйство было небольшое Там все свое, говядина, свинина И как-то вот резали с отцом свинью И я вот помогал вешать тушу Там, ну, натекло, естественно, кровь с нее А я тогда смотрел фильмы там вот про вампиров, там, Дракула, все это Ну, не знаю, что тут как-то взял и, в общем, попробовал Странные какие-то ощущения Вот, не знаю даже, как описать Ну, вот, сны какие-то странные Легкость вот во всем теле Что-то вот такое вот непонятное Но потом вот как-то захотелось снова попробовать Ну, как-то потянуло Ну, и попробовал вот еще раз Потом еще раз Пьешь кровь, вот, не знаю, наполняет какая-то сила такая Вот какая-то энергия просто заполняется изнутри Вообще, конечно, я этого не афиширую То есть не мог бы так вот просто сказать В разговоре там или где-то, что я вот этим занимаюсь Я... ну, просто я думаю, что общество на самом деле этого не поймет По окончании школы Андрей поступил в областной медицинский институт На заочное отделение Сейчас он работает в донорском центре Одного из небольших провинциальных городов И по-прежнему скрывает свои тайные пристрастия Такие люди существуют И само по себе У этих людей наблюдается нехватка железа Или какой-нибудь другой составной части Которая достаточно в крови Помимо этого, известно, что люди потребляют Многие те, которые работают на бойнях Они употребляют кровь, то есть ее пьют И считают, что это полезно для здоровья По сути, это может показаться фантастикой Чтобы кровь стала восприниматься человеком Просто как один из видов пищи Чтобы ее можно было купить в специальном магазине Хранить дома в холодильнике И пить по утрам вместо кофе Генетика не отрицает возможности питания кровью Но какие же изменения должен претерпеть организм Чтобы перейти на новый пищевой ресурс Питаться только кровью, конечно, человек не может И любое крупное животное не способно Потому что это многие и многие литры крови У нас просто организм столько, такой объем не вместит за один раз На Земле есть только одно место, где живут настоящие вампиры Это Южная Америка Именно здесь они терроризируют местных фермеров Вампиры питаются кровью больших теплокровных животных В год также регистрируются 10-12 случаев нападения вампиров на человека Вампиры – это редкий вид летучих мышей Животные, избравшие такую странную пищу, как кровь Заплатили за это большую цену Ничем другим они питаться не могут Весь их организм устроен так, чтобы питаться кровью Если вампир укусит обычную летучую мышь Организм ее изменится И она станет испытывать жажду крови Человек – тоже животное Только наделенное разумом Возникает вопрос Возможно ли подобные перестройки в нашем организме? Процесс превращения не вампиров в вампиров Занял, по всей видимости, около 20, может быть, больше миллионов лет История человечества насчитывает примерно в четверо меньше Так что даже если бы какая-либо ветка человеческого дерева вдруг вздумала Подобно кормом питаться Ей бы потребовалось еще некоторое время совершенствоваться Благодаря своему ночному образу жизни и пристрастию к крови Летучие мыши получили дурную славу среди людей И хотя по-настоящему опасными для человека они никогда не были Их не просто не любили или опасались Их боялись Они летают очень быстро и почти бесшумно Способны ориентироваться в полной темноте Живут в мрачных пещерах и гротах И если нападают, то молниеносно Естественно, такие существа пробуждали в людях массу страхов Летучие мыши появлялись только ночью и ассоциировались именно с ней А поскольку ночь всегда представлялась человеку временем злых сил То именно летучие мыши стали наиболее ярким и пугающим символом зла Вообще в европейской традиции отождествлять вампира нежить с летучей мышью Стали после Стокеровского Дракула Вот он породил, так сказать, новый пласт легенд Окутанный тайной образ вампира всегда притягивал людей Он являлся чем-то неизведанным, чем-то запретным Вампир вселял страх Но вместе с тем мог освободить человека от самого большого страха От страха смерти Вампир живет вечно, не чувствует боли Не знает никаких бед, терзающих простых смертных Он смотрит на мир с высоты трожитых веков И наблюдает за людьми, как за муравьями в муравейнике Чтобы жить вечно самому, вампир должен постоянно убивать людей и пить их кровь Классический образ вампира – это существо, живущее в черном Питающееся к красным и тянущееся к светлому Согласно легенде, вампиром может стать любой человек В котором внутри преобладает темная сторона Принимает ли эта темная сторона такую форму, как форму вампиризма То есть стремление пить человеческую кровь Ну, это уже скорее к моим бывшим коллегам, к психиатрам Это случаи, к счастью, редкие Скорее у нас люди, в общем-то, с удовольствием склонны пить чужие страдания Пить чужие силы, пить, может быть, чужую жизнь В переносном смысле, разумеется Каждый человек время от времени ощущает присутствие неких флюидов, которые он способен передавать или получать от других Чем больше вокруг людей, тем сильнее чувствуется их энергия В некоторых местах это проявляется особенно ярко И те, кто постоянно находится на гребне энергетической волны Испытывают это на себе в полной мере Ты выходишь на сцену И ты ощущаешь на себе такой негатив Что после 10 минут выступления ты можешь просто выйти И у тебя нет никаких сил У тебя начинает болеть голова У тебя портится настроение И ты физически себя чувствуешь слабым А бывает такое, что ты болеешь У тебя температура У тебя нет никаких сил Ты буквально за волосы себя вытаскиваешь На сцену через «не могу» И на сцене пропадает вся хворь Это значит то, что ты берешь у людей Каким-то немыслимым образом перерабатываешь И таким образом самоисцеляешься Но также эту же энергию можно получить и во вред Город – это котел, в котором кипят человеческие страсти и эмоции Большой город живет в постоянном стрессе Масса людей давит и подавляет психику Люди кричат друг на друга, спорят, ругаются, учат жить Они становятся энергетическими вампирами Одни питаются нашей жалостью Другие стараются спровоцировать нас на скандал Третий критикует все, что бы мы ни делали Как только человек выходит из себя И реагирует на подобную провокацию Вампир начинает питаться его энергией Все люди – экстрасенсы Чувствующие друг друга Но никогда этим словом не называли друг друга И поэтому в настоящее время Слово «экстрасенс» – оно нарицательное И люди не хотят заниматься воспитанием чувств И вот отсутствие воспитания в этом вопросе И порождает всякие непонятности На дорогах большого города происходит масса овалий Как ни странно, в большинстве этих случаев Виноваты энергетические вампиры Водители находятся в постоянном напряжении И вывести их из себя ничего не стоит Нужна лишь маленькая искра Чтобы сделать человека уязвимым Ты что, дурак, да? А, придурак! Ну, при всей моей любви к женщине Я, например, у них очень не люблю за рулем Не знаю почему Я все время за них боюсь, не за себя Но наши женщины предсказуемые И поэтому, как она среагирует в этой ситуации Поэтому я, к сожалению, стал противником женщины за рулем У меня часто бывают срывы Либо я торможу там Либо я выговариваюсь, отъехав дальше Потому что, не знаю Это бывает за рулем И, естественно, с моим братом по полу тоже бывает Настоящим подземным логовом энергетических вампиров Является метро Толкодня Давка, теснота Нарушает личное пространство человека Существует множество способов Защититься от энергетических вампиров И наиболее распространенным считается Мысленное построение стены Зинк, ну надо бы под очками попрятали Пахать на вас, надо жарапиться Но это помогает не всегда Я ехала в метро Это был 92-й год Я закрыла глаза Потому что какой-то человек на меня все время смотрел Тогда меня еще никто не знал Смотрел, 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 смотрел Я думаю, ух, ох, противный Что он на меня все время смотрит Так я сейчас построю ту самую стенку О которой мне говорили И я начала ее строить Я построила первый, второй, третий, четвертый, десятый, двадцать пятый А он смотрит Я подхожу к выходу Потому что была моя станция метро И он мне говорит Вы что, строили кирпичную красную стеночку, да? И дальше он требовал продолжения разговора Я так испугалась Мне было так страшно Что вместо того, чтобы продолжить с ним разговаривать Вот сейчас бы я, наверное, спросила Как это вы узнали? А каким образом? А что за метод? Я просто спрыснула с этой станции метро Извините Не надо от них шарахаться Беда человека в том Что когда с него снимают энергетику У него, ну, как правило, собственные каналы забиты И поэтому это происходит болезненно Если у вас все в порядке с внутренними энергетическими каналами Собственно говоря, съем лишней энергетики Добавит только приток новый Достаточно быстро Не зря разбита Донор вампир Просыпаясь утром, люди первым делом Включают телевизор Испытывая информационный голод Зрителю не всегда важно, что смотреть Иногда просто важен сам факт Поступающей информации С одной стороны, телевизор выступает донором Удаляя потребности вампира в зрителе С другой, сам становится вампиром Привязывая к себе, создавая зависимость Человек получает из телевизора Некие эмоции То, чего ему не хватает Соответственно, если ты ведущий по эту сторону экрана Ничто так не выматывает, как прямой эфир В начале 90-х годов Телевизор заполнили всевозможные экстрасенсы Сеансы Чумака и Кашпировского Собирали у экранов почти все взрослое население страны Несмотря на то, что имели место случаи Реального исцеления людей Оказалось, что игры с человеческой энергетикой Очень опасны Лечение Один на один Ты лично ответственен за того, кто перед тобой сидит В группе тоже Когда ты управляешь группой психотерапии А когда стадион Быть ответственным за всех невозможно И прогнозировать результаты У кого что будет Тоже невозможно И кто придет к тебе на стадион Тоже невозможно К сожалению, вот это и оправдалось Одним из древнейших способов защиты от вампиров В том числе и энергетических Считаются амулеты Подобный амулет может быть сделан Из кусочков простой кожи Но обязательно пропитан собственной кровью И это не случайно Кровь это символ энергии Наполняющей человека Знающие люди утверждают Что просто амулета мало Не менее важна гармония Внутри личности Прежде всего человек должен разобраться Сам в себе Все беды, на мой взгляд, любого человека Заключаются в том, что человек не совсем В состоянии сказать правду самому себе О самом же себе Не надо говорить слух там Соседям, друзьям Не надо У каждого свои скелеты Которые просто даже друзья Попросят вас не вытаскивать наружу Держите вы их в себе Но сам с собой Объясниться, что Вот эта вещь называется так А вот это вот так Это просто необходимо Москва, чистые пруды Здесь часто встречаются люди С необычной внешностью Черная одежда Бледные лица Множество серебряных металлических украшений Символы Прохожие воспринимают их просто Как экстравагантную молодежь Они называют себя готами Это название произошло от слова Готика Мрачная атмосфера этого художественного стиля Привлекает много последователей Пусть в объятиях темноты Бьется кто-нибудь другой Мы свободны и чисты Мы проходим стороной Спасибо Готика и вампиризм Тесно переплетены между собой Готы и вампиры Это две вещи Которые не могут Разделиться между собой Летучие Так же как летучая мышь И полночь Потому что мы Все на самом деле Все готы Хотят в конце концов стать вампирами Нам нравится стиль вампиров Нам нравится Как они одеваются Нам нравится Как они живут Мы сами бы хотели Жить в темноте В полной темноте И стать такими же Как они Прообразом самого известного вампира Был реальный человек Влад Третий Цепиш Более известный как Дракула Родился в Румынии в 17 веке Он прославился благодаря неистовой отваге И столь же неистовой кровожадности Он был немыслимо жесток и к врагам И к союзникам И к подданам Рубил им головы Сжигал Сдирал кожу Вспаривал животы Сажал на пол Жуткие деяния Влада Вошли в легенды Приписывающие Дракуле Сверхъестественные черты В 1987 году Писатель Брэм Стокер Создал своего графа Дракулу Популярность романа Была настолько велика Что он и по сей день Является символом И лицом вампира Через сто лет Американская писательница Энн Райс Продолжила его дело Создав не менее яркие образы Вампиров Интеллектуалов Ее роман Интервью с вампиром Стал классикой Не только жанра Но и мировой литературы Все образы Созданные после Походили либо на Кровожадного Дракулу Стокера Либо на философствующий Герой Фральса В выясненных вампирах В них может быть Отсутствует та часть готики То есть есть вампиры эстета А есть вампиры звери Мне кажется То что Как бы страшнее Встретиться с вампиром зверем Чем с вампиром эстетом В любом человеке Есть какая-то его темная сущность Иногда от обычного человека От друга Можно услышать такую темную историю Что становится действительно жутко Любая попытка выделиться из толпы Это шаг к одиночеству Люди всегда отвергали тех Кто на них не похож Одиночество перерастает в депрессию И тогда человек просто перестает себя контролировать После одной ссоры с матерью Сказал мне Пофигу на все Пошел в кухню Взял такой Ну такой Достаточно большой Зубритый нож И Начал Себя так Как сумасшедший Ну так Подумал Вот кровь течет А как на вкус Ну попробовал Это же больно Это не больно Серьезно? Уже не больно Нет, только не говорите мне, что это приятно Что, приятно? Нет Тех, кто употребляет кровь, единицы Лишь небольшой процент от общей массы Шагнувшие дальше остальных Но тем не менее Они все-таки есть То, что шокирует стороннего наблюдателя Для них всего лишь нормальное выражение чувств Нас считают сумасшедшими Нас считают, что мы полностью отдалены от жизни И что мы просто не имеем права на существование Но мы такие же, как и вы Вы просто немножко нас не понимаете Вы более сумасшедшие, чем мы Мы понимаем этот мир, а вы нет Ночь шуршит над головой Как вампира черный плащ Мы проходим стороной Эти игры не для нас Пусть в объятиях темноты Бьется кто-нибудь другой Мы свободны и чисты Мы проходим стороной Но я думаю, что лидеры этого движения Возможно для того, чтобы создавать вокруг себя Вот эту вот группу людей Они, да, может быть Они и истинно в это верят И несут эту идею Симпатичные Жалко, что вампир Могли бы подружиться Они несут некую культуру Свою Им понятную Но То, насколько серьезно К этому можно относиться Я не знаю В детстве когда-то был увиден фильм Еще черно-белый, по-моему, 30-х годов Под названием Дракула И там, значит С экрана на зрителя Надвигалась такая романтическая обстановка То есть не было ни крови, ничего подобного Была вот какая-то обстановка Когда Скорее даже одно существо зависит от другого Более 10 лет назад Песня «Ночь» группы «Пикник» Положила начало вампирской тематике в нашей музыке И сегодня Упоминания в их песнях вампиров Это метафора Необходимая, чтобы ярче показать мир внутри И вокруг каждого человека Помимо этого В творчестве группы Переплетена масса других тематик Здесь нашли свое отражение Тайны древности Загадочные символы Темные силы И человеческие страсти Мне кажется Не может быть искусства Которое не оперирует Своих, например В достижении чего-то Не использует так или иначе Какие-то темные стороны Ой, не буду врывать Будут антиоты Лекарство должно быть как минимум горьким Чтобы оно вылечило от чего-то человека Эту девушку зовут Галя Она специально приехала в Москву На интервью из Таганрога Она художница Объектом своего творчества Галя выбрала вампиров Иногда вот Очень хочется стать Чем-то больше, чем человек Но как бы возможности нет То есть я как бы не верю в то, что Существуют там какие-то там Действительно там реальные вампиры Которые вот там Ходят там ночью по улицам Пьют у людей кровь Это в принципе как бы По большей части все Какие-то излишки Есть еще одна особенность В творчестве молодой художницы Некоторые рисунки она нарисовала Собственной кровью Такой своеобразный автопортрет Как я себя представляю Это не кровь Это всего лишь томатный сок И острые тяги к крови Галя не испытывает Но зато она любит есть сырое мясо Это по ее словам Является для нее стимулом в творчестве За то, что у меня немного иное мировоззрение Чем у остальных людей Меня вот Периодически пытались направить В психиатрическую больницу Вот это конечно Может быть в какой-то степени неприятно Но как-то я уже к этому спокойно отношусь Просто как бы люди не понимают А мне кажется, что это вполне нормально Не все художники рисуют на бумаге Для некоторых холстом является Человеческое тело Это один из самых известных тату-салонов в Москве Мастер Александр Огнев Привык встречаться и с татуировками На вампирскую тематику Тату-мастер никогда не дает клиентам совета Конкретно вампиры Это что-то какая-то тема с крестами Тема с готическим шрифтом Замки, что-то мрачное такое Темное Мыши летучие Ну приходят, да, люди Приходят Но и то мы додумываемся Сами догадываемся От как некого их происхождения Или отношения там К вампиризму Скажем так, не более Рисунок на своем теле Каждый выбирает сам Это очень серьезное решение Татуировка остается с человеком на всю жизнь Отражая его истинную сущность Люди редко выбирают рисунок по внешнему виду Рисунок несет в себе смысл Рассказывает что-то о том, кто его носит Каждый имеет право на свой голос Сатанисты там на свое Там готы на свое Ну мне кажется, сейчас готика не та, которая раньше была И которая там в Лондоне или где-то там, да Люди продвигают эту идею Сейчас год это больше там Тусовка, культура Одел черное, постригся там Так, так, вот выглядит Все, всего лишь Какие-то духовные вот эти вот углубленные там моменты Их нету СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 1967 год «Вий» Первый советский фильм ужасов Впервые с экрана произнесены долгожданные слова Фильм бил все рекорды посещаемости Ужасы были для России в новинку А на Западе была уже налажена целая индустрия киномонстров Вампир стал желанным гостем на каждом экране Дракула оказался одним из самых экранизированных персонажей Актеры, которым доставалась эта роль Казалось, получали честь силы знаменитого вампира Слава приходила мгновенно Со временем черный плащ кровавого графа Стал не менее узнаваемым и у нас в России Этот образ, он был достаточно чушь в русской культуре Но в отличие от многих случаев, когда что-то у нас совершенно не приживалось Как тот же там Супермен, который популярен в Америке А у нас выглядит просто идиотом в красном трико Который бегает и совершает глупые подвиги А образ вампира, он оказался как-то вполне понятным, востребованным Каждый увидел в образе вампира что-то свое Кто-то увидел отображение злых олигархов Которые выкачали все соки из народа Юноши, девушки увидели такой романтический образ Я там иду в плащей, никем не понятый Проспект Мира, дом 184 Известный в Москве как дом на курьих ножках Именно здесь разворачиваются основные события ночного и дневного дозора А рядом в ночном кафе встречаются поклонники дозоров К своему увлечению они относятся совершенно серьезно Обсуждают проблемы и вопросы, появляющиеся в мире вампиров Для этого мира у каждого из них есть свое собственное имя и своя собственная личность На созданном имя-сайте день за днем они живут своей виртуальной вампирской жизнью Мы даем возможность отыграть именно то свое какое-то темное начало, вот звериное Не секрет, что у нас есть две стороны личности Осознанное, социальное, реализуемое И темное, неосознанное, то, что запрещено реализовать Те, кто выбирает себе, допустим, образа вампира, они исходят из каких-то внутренних мотивов побуждений Ну, например, это могут быть такие мотивы, как отверженность, чувство избранности, элитарности Чувство непонимания со стороны окружающего мира Желание иметь свою какую-то маленькую, иногда мрачную, иногда такую темную Ну, в своем понимании темную тайну Сегодня для молодежи вампир – это не только кровожадный охотник Это символ человека, находящегося в плену собственных страстей Метущегося, испуганного, желающего освободиться от темных окур Жаждущего любви В образе вампира сочетается множество разных тем, которые, особенно сейчас, близки людям Это тема одиночества и в то же время, как противоположность одиночества, точнее, как его обратная сторона Тема выделения себе из загружающих, превосходства над ними Опять же, это какая-то своя чемная сущность, которая мысль, что можно жить за счет других, можно пить их кров Для тех, кто ощущает свое одиночество особенно остро, необходимость постоянно забирать чужую энергию становится смыслом жизни Днем эти люди выходят в город в поисках своих жертв Это похоже на охоту Охотники провоцируют нас на грубость, на стычки, на скандалы Чтобы вызвать отрицательные эмоции Для них безразлично, от кого они получают силы От незнакомого человека или от близкого родственника Главное – утолить свой голод Обычно этим занимаются пожилые люди Которые в силу невдовлетворенности той ситуации, в которой они находятся Начинают требовать И вот это вызывает обратную реакцию А чтобы ее погасить, надо всего-навсего не ответить Ну, как Толстой говорил, непротивление зло насилием Сразу это все успокаивается Не секрет, что каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с представителями определенных профессий После общения с которыми он чувствовал себя бессиленным и опустошенным Есть, к сожалению, некоторые профессии К сожалению, туда же и относится профессия врача Это где имеется профессиональная деформация личности То есть люди, которые в силу своих профессий общаются с людьми, которые от них зависят Те, кто неправильно оценивает свои возможности Те, кто неправильно оценивает свои возможности и начинает диктовать свою точку зрения людям, которые от них зависят, невольно становятся энергетическими вампирами К сожалению, ну, чего греха таить Во всех этих специальностях есть люди, которые вместо того, чтобы заниматься лечением, занимаются самоутверждением Из всех профессий, где наиболее ярко происходит обмен энергии между людьми, выделяется профессия актера Актеры зал одновременно опустошают и наполняют друг друга чувствами и эмоциями Этому не учат в театральных институтах Каждый постигает это сам Мне, например, обидно, когда некоторые молодые артисты, да, работают в полногие Боясь, да, расплескать энергию, не понимая, что она вернется, обязательно вернется И вот, к сожалению, ее расходуют порой не туда И этим пользуются, наверное, как называемый энергетический вампир Все актеры, по-моему, когда ты первым вышел, тебя встречают в кулисах и говорят, ну как, какой зритель? Ну, я говорю, ну, вроде нормальный или вроде какой-то уставший Это чувствуется, это необъяснимая штука, но она есть Ночь – время вампиров Но есть люди, которые живут только в ночное время День не для них Они чувствуют себя вялыми, сонными, уставшими По заходу солнца оживает их внутренняя энергия Существует огромное количество клубов, в которых собираются любители подобного образа жизни Атмосфера здесь напоминает одну бесконечную в Альпурге его ночь У каждого человека есть какие-то свои тараканы в голове Вот, и то, что он не может воплотить в обычной жизни, там, на работе Я, например, работаю инженером Днем я работаю, вечером играем Как бы просто нравится такой образ жизни У каждого из музыкантов свои фумиры, черты которых угадываются в их внешнем облике А для тех, кто их окружает, это новая степень игры Шаг в темную реальность Вампир – это кто? Это такой романтический персонаж, да? Это кто-то очень одинокий, вечно молодой при этом Это сладкое такое, затягивающее болото Поиграть вот в такого слегка нарцисса Такого слегка вот... Слегка литературного персонажа Ночная жизнь расслабляет и затягивает Порой человек забывает об элементарной осторожности И тогда с ним могут произойти совершенно невероятные истории Эту девушку зовут Таня Три года назад она впервые оказалась в этом клубе Один из парней подошел, разрезал себе руку И стыдил где-то на грамму сто, наверное, крови, стакан И протянул моей подруге Ире Она это выпила, не раздумывая выпила Я как бы поняла, что мне придется делать то же самое А то вдруг со мной что-то сделают Я просто боялась Преодолев страх, Таня все-таки выпила кровь И внезапно почувствовала какое-то необъяснимое удовольствие И с тех пор мы с Ирой ни разу не вспоминали этот вечер Как будто его и не было Но теперь прошло уже более трех лет Мне до сих пор жажду крови Я не знаю, что будет дальше Темнота ночного клуба позволяет делать этим людям все, что хочется Позволяет быть такими, какими они есть на самом деле Но все это, как у вампиров, заканчивается с первыми лучами солнца Тьма скрывает недостатки А людей без недостатков не бывает Смерть от солнечного света не легенда Существует редкая болезнь крови Порфирия Название произошло от греческого слова Порфирос, красный Еще ее называют болезнью Драку Случаи заболевания один на миллион Но они имеют место по всему миру Число порфириновых болезней, число порфирий Оно одинаково во всем мире Как в Румынии, скажем, во Франции, Германии, Штатах Или в нашей стране Много клинических разновидностей порфирий И это, в общем-то, все Ну, зависит от того, на каком уровне Произошло нарушение вот этого метаболизма порфирина Как ни странно, симптомы болезни описаны в любом классическом вампирском романе Начинается все с изменения состава крови Это ведет к повышению чувствительности к свету Возникают различные аллергические реакции на свет Появляется пузырное высыпание Затем повышенная пигментация На этих редчайших фотографиях больные порфирины Даже сегодня они являются изгоями Вполне возможно, что раньше из-за внешнего облика Именно их принимали за вампиров Эти порфирины, откладываясь в зубной эмали Дают розовую окраску зубам И эта розовая краска под влиянием обычного света Флюрестирует И эти зубы, ну, становятся красными Как бы термин такой Зубы вампира Германия Счастливая семейная пара Канцлер Гельмут Коль и его жена Хеналора Со своим мужем она познакомилась еще в школе В 16 лет Хеналора была первой леди страны Она активно участвует в социальной и благотворительной деятельности Но ее уже точит ужасная болезнь У Хеналоре порфирия, выраженная в усиливающейся аллергии На солнечный свет Она все меньше и меньше появляется на людях Пока вовсе не становится затворницей Последние 8 лет своей жизни она провела в темноте 5 июля 2001 года Хеналора Коль покончила с собой Приняв смертельную дозу таблеток Ее смерть стала национальной трагедией Похороны первой леди превратились в марш скорби на улицах Берлина Вообще доказано, что один человек из 200 тысяч может и заболеть Это действительно изменение на уровне генов Сразу исключаем этот процент маленьких людей Которые действительно больны Больны, значит, это вопрос к медикам Можно же с этим что-то сделать Остальные же, это, конечно, психологическая подоплека У вампиров в толпе не всегда бледное лицо и горящие глаза Иногда мы просто не узнаваем Серая внешность ничем не примечателен Живет среди нас Этого человека зовут Виктор Он был обыкновенным парнем Таким же, как все, со своими увлечениями Я очень много читал, очень много ходил в библиотеки И на каком-то этапе в институте Мне понравились книги по истории ацтеков Про их религию То есть я это увлекся Мне это было интересно Основа ихней религии заключалась в том, что у них все эти обряды Они были замешаны на крови Во всех религиозных ритуалах древних ацтеков Культивировалось человеческое жертвоприношение Жрец убивал выбранную жертву обсидиановым кинжалом Съедал сердце и выпивал кровь Но это был не каннибализм Это было нечто другое Ихней религии заключалось в том То, что они с помощью чужой крови Пытались продлить свою жизнь И вот эта мысль, она мне засела в голову Я вот захотел попробовать человеческой крови Идея продлить свою жизнь за счет чужой крови Не нова Сатанисты Поклонники дьявола Их ритуалы и темные мессы ужасают не меньше Они тоже практикуют жертвоприношение и потребление крови Они объявлены вне закона И церковь развернула с ними настоящую борьбу За человеческие души Несмотря на это, сейчас существует немало приверженцев сатанизма Особенно среди молодежи Их деятельность чаще, чем у любых других псевдорелигиозных культов Валивается в реальные преступления Такое, как-то легкомысленное такое отношение к этим вещам Называется любопытство А интересно, что это такое? Вот этот вопрос, как раз, особенно касающийся темной стороны Он далеко не безобидный, если не сказать, очень опасный Маньяки, серийные убийцы Эти люди никогда не пили кровь Но в народе их всегда называли кровопийцами Вот этот колумбийский генерал повинен в смерти 300 человек До сих пор не раскрыты все детали этой ужасной трагедии Неясно, что двигало этим человеком И что заставило его совершить это ужасное зло Непонятные мотивы, заставившие убить 11 человек и Сергея Головкина По прозвищу Фиша Неразгаданной остается и тайна самого жестокого маньяка Андрея Чикатило Собственноручно убившего более полусотни человек Но объединяет их всех одно – кровь Когда человек попадает, скажем, в среду убийц Или в какую-то другую антисоциальную среду Они его, условно, мажут кровью То есть он его заставляет принимать участие в криминале Тогда он становится своим То есть он так же уязвим, как все остальные Институт имени Сербского Закрытое учреждение Именно сюда помещают преступников Для проведения судебно-медицинской экспертизы Материалы дел, с которыми приходится ознакомляться врачам Способны повергнуть в шок любого неподготовленного человека Ведь каждый тонн на этой полке – леденящая душу кровавая история Астар-магвать вот где стена Цоя Вот около этой стены мы выловили человека Ему было, наверное, около 30 лет где-то Был удар по голове цепи Он был оглушен Затащили в погвал Раздели доголад Распяли на мраморной плите Он пришел в себя Ждали, когда придет в себя На лбу ему кинжалом вырезаны три шестерки На груди пентаграмму И звук на эллиофан Он был поднят за руки Подвешен Разрезан живот Под него был поставлен таз И кровь с него стекала, пока он не умер Сердце отдали сразу к главному, отдают Почки там, которые приближенные к ним, больше Кровь эту разлили по чашкам Была произведена как молитва Как прием пищи И это все было выпито, съедено До сих пор не ясно, кто они И находятся ли они в здравом рассудке Ясно одно Грань между добром и злом Они переступили, войдя в полную темноту Смогли они сохранить себя Или растворились в этом зле Сказать уже практически невозможно Вы знаете, я технарь по прошлому образованию Поэтому ноль понятия неустойчивые Это или плюс, или минус Поэтому, да, человек иногда качается туда-сюда Но это он качается На самом деле все равно куда-то он должен склониться Отпусти его, отпусти Я не отдам тебе его Слышишь? Я не отдам тебе его Да, я согласен, что в жизни иногда Эта грань очень тонкая и неловимая Но она существует Внутри каждого из нас Существует и свет, и тьма И это естественно В этом нет ничего необычного или плохого Плохо, когда люди не признаются себе в этом Плохо, когда человек отрицает то, что временами Он бывает этим самым вампиром Подсознательно каждый все равно чувствует Когда причиняет душевную боль или страдания другим людям Не говоря уже о боли и страданиях физических Однако не всегда мы в состоянии просто попросить у кого-то прощения Признаться в том, что в тебе живет и свет, и тьма Я думаю, это такой первый шаг Я бы назвалась, видимо, саморазвитием и самовоспитанием Потому что никто тобой заниматься не будет По большому счету, никому это не интересно И миру в целом Поэтому спасение утопающих, делорок самих утопающих Займитесь собой Уй Уй Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...